В преддверии празднования Курбонайт в Турции усилили меры предосторожности. Проведение общей молитвы и обрядов праздника усложняется риском заражения коронавирусом. Поэтому верующих просят молиться в кругу семьи, оставаться дома, а совершить жертвоприношение предлагают в онлайн формате. Совершить традиционное в праздник Курбонайт жертвоприношение в этом году верующим в Турции предлагают онлайн. К слову, страна и раньше имела такой опыт. На специальном сайте, так же как и в Казахстане, можно внести сумму для пожертвования или наоборот подать заявку на получение жертвенного мяса. Сегодня приобретение животных на онлайн-базаре – одна из возможностей уберечься от вируса. В связи с этим большинство предприятий, реализующих скот на продажу, перешли в интернет. В этом году стоимость мелкого рогатого скота в переводе на нашу валюту составляет больше 50 тысяч тенге. А покупка коровы или лошади обойдется примерно в 8 раз больше. В этом году я не буду делать жертвоприношения, но мои друзья и знакомые купят скот онлайн. Приходить на рынки и выбирать животных сами мы боимся, потому как есть большой риск заразиться. Мы в этом году отправим пожертвования организации турецкого красного полумесяца. Эта помощь будет направлена нуждающимся. Покупать скот онлайн не только очень удобно, но и обходится дешевле, чем на рынке. Конечно, всегда есть и те, кто привык контролировать процесс выбора животного лично. Специально для них в каждом районе провинции открыли скотные рынки. Главное правило – соблюдение мер предосторожности. Все покупатели должны носить маски и сохранять социальную дистанцию. Избегать контактов, необходимые во время процесса купли-продажи. Я хотел сам выбрать животное, увидеть его своими глазами. Все должно быть выполнено согласно канонам ислама. Есть, к сожалению, и те, кто не смог перейти в онлайн. Эти торговцы сегодня терпят немалые убытки. Из-за продажи онлайн лично у нас нет торговли. В прошлом году в это время мы обычно распродавали весь скот. А сейчас за неделю мы продали только семь баранов. Во время празднования Курбанайт в Турции, ставшего уже традиционным комендантского часа, выходные не будет. Но вместе с тем остаются все или другие ограничительные меры. Среди них запрет на собрание в общественных местах. Общая молитва, к слову, пройдет. Но только в больших мечетях, территория которых позволяет провести ее на улице.